Это мощнейший телескоп современного мира. Телескоп обсерватории Кек на Гавайях. Его существование было бы немыслимым без целого ряда инженерных идей, невероятных находок и изобретений, которые лежат в глубине его конструкции. Легендарные греческие лучи смерти. Смотрите, она горит! Промышленный пескоструйный аппарат. Необычный музыкальный инструмент. Самолет-разведчик времен Холодной войны. Секрет холодильника. Он лопнул! Как использовать все это вместе для того, чтобы заглянуть в космос дальше, чем это удавалось кому-либо в прошлом? Инженерные идеи. Наблюдатель дальнего космоса. Я приехал сюда, чтобы раскрыть те триумфы инженерного искусства, что нашли свое место в конструкции астрономической обсерватории Кек на Гавайях. Это тропический гавайский архипелаг. Здесь холодно, потому что это конкретное место находится на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Для обсерваторий важна не столько температура, сколько разреженность воздуха. Поэтому они и находятся здесь. Около дюжины обсерваторий киснятся сегодня на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа. Хочется пожелать ему крепкого сна и впредь, потому что строительство обсерваторий обошлось в 600 миллионов долларов. Быть может, у меня слишком бурное воображение, но порой мне кажется, что это место не менее загадочное, чем те далекие миры, для изучения которых созданы эти телескопы. На этой высоте трудно дышать. Но разреженный воздух и удаленность вершины Мауна-Кеа сводят к минимуму искажения вызываемой атмосферы, тем самым создавая идеальные условия для астрономических наблюдений. Именно поэтому здесь расположено столько разных обсерваторий, и среди них крупнейшие в мире телескопы КЕК. Телескопы увеличивают изображения, состоящие из света. В сердце каждого телескопа находится такая вещь. Ну, не совсем такая, конечно, но тоже устройство, фокусирующее свет. В обычных или тем более любительских телескопах используются стеклянные линзы. Они фокусируют удаленное изображение. Так устроен телескоп в Йеркской обсерватории в штате Висконсин. Глядя в окуляр телескопа, мы видим крупные изображения. Линзу можно сравнить с ведром. Чем она больше, тем больше света она собирает и фокусирует, и тем крупнее и подробнее получается изображение. Чтобы изучать удаленные объекты Вселенной, астрономам требуются линзы больших размеров. В 1896 году ученые создали самую большую в мире стеклянную линзу для телескопа в Йерксе. Ее диаметр составлял чуть больше метра. Производство стеклянных линз является чрезвычайно трудоемким. На изготовление стекла для линзы такого размера, как в Йерксе, требуется 3 года и 19 попыток, и это без учета шлифовки и полировки. Спустя сотню лет разработчикам обсерватории КЕК понадобилась линза, превосходящая Йеркскую по площади в 100 раз. Ее диаметр должен был составлять 10 метров. Однако астрономы отказались от использования больших стеклянных линз. Инженерам КЕКа было необходимо найти другое решение, чтобы собирать гигантское количество света. Идея, которой они воспользовались, восходит к изобретению, сделанному одним из первых ученых на Земле — Архимедом. Легендарные лучи смерти древних. Внизу, на уровне моря, Крейг Нэнс, один из инженеров, строивших КЕК, открывает мне суть этого древнего изобретения. Если взять большое вогнутое зеркало и обратить его к Солнцу, свет соберется в точке фокуса и образует маленькое, очень яркое пятно. Вы знаете эту легенду об Архимеде? В том самом, что вскричал Эврика, погрузившись в ванну? Да, да, это он. Мы все это проходили. Да, и еще, согласно легенде, он поджег римские корабли, напавшие на его родной город при помощи нескольких больших зеркал. Что, он поджег корабли зеркалами? Да, так гласит предание. Хотите проверить это на опыте? Да. Ну, тогда пошли. Чтобы проверить легенду об Архимедовом огне, нам понадобился солнечный свет и еще две вещи, которые Крейг хранит в своем джипе. Можно спросить, что это? Это, конечно, не римская галера, но это сделано из дерева и потому сойдет за нее. Здорово. Ну и, наконец, само оружие, луч смерти. Выглядит совсем как зеркало. Оно имеет форму спутниковой тарелки. Может, потому что это она и есть. Благодаря кривизне она собирает сигнал из космоса, в данном случае солнечные лучи в одной точке. Испытательным полигоном нам служит старый аэродром. Мы ставим опыт под зорким наблюдением местных пожарных добровольцев. Поставьте здесь крестик. Это мишень. Мы будем целиться прямо в середину. Зеркало нам надо будет держать вдвоем. Местный сварщик-монтажник Шелдон – архимед наших дней. Возможно, нам придется держать его несколько часов, это вселяет оптимизм. Надо бы поднести поближе. Видно, как оно собирает пучок света, фокусируя его на отметке. Честно говоря, я не уверен, что это сработает даже на гавайском солнце. Смотрите, я вижу небольшое темное пятнышко. Я думал, что это только у меня в глазах. Нет, это не кажется. Оно действительно начинает... Дым! Она загорелась! Только потому, что мы направили на нее весь солнечный свет, что падал на эту спутниковую тарелку, обернутую алюминиевой фольгой. Там сейчас был огонь. Вы видели? Да, я видел огонь. Смотрите, она горит. Посмотрите на пожарных. Им уже не терпится взяться за дело. Подождите, подождите, это научный эксперимент. Напомню, суть опыта в том, что мы фокусируем свет. Мы концентрируем весь свет, падающий на большую тарелку на этом маленьком пятачке. Если такое количество света несет в себе внушительную энергию, и если собрать ее в одном месте, да, именно, то можно поджечь корабль. Так ведь получается, что Архимед все-таки едва ли мог воспламенить вражеские суда зеркалом. Почему же? Вполне мог. Ему, наверное, было несподручно подплывать так близко к кораблям. Римлянам это точно не понравилось бы, и за такое время они успели бы продырявить его копьем. Потом он ходил бы весь мокрый. Хотя, чем больше зеркала, тем больше света можно сфокусировать в одной точке, да? Именно, чем больше зеркала, тем больше света можно собрать. Думаю, что мы доказали то, что хотели доказать. Ребят, тут пожар, мы устроили его. Опыт с Архимедовым огнем показывает, что вогнутое зеркало способно собирать и фокусировать свет точно так же, как и стеклянная линза. Для астрономов это является революционным открытием. В 1668 году Исаак Ньютон создал телескоп нового типа. Как у прежних телескопов, у него есть окуляр, но вместо линзы для фокусировки света используется вогнутое зеркало диаметром чуть менее 4 сантиметров. Переместимся на 325 лет вперед в обсерваторию КЕК. Это зеркало собирает в 70 тысяч раз большее количество света. Вот оно. Его диаметр составляет 10 метров. Оно выполняет абсолютно ту же функцию, что и стеклянная линза, будучи гораздо дешевле в изготовлении. Всего 36 миллионов долларов. Это просто даром. На самом деле в конструкцию телескопа КЕК входит несколько зеркал. Гигантское первичное зеркало собирает лучи и направляет их на зеркало меньшего размера. То, в свою очередь, на третье зеркало, которое уже передает их на камеру. Она заменяет собой устаревший окуляр и фиксирует картины космоса с беспрецедентной степенью подробности. Зеркала размещены на опорной конструкции размером с восьмиэтажный дом и весом в 275 тонн. При этом устройство способно работать с точностью до нанометров. В обсерватории КЕК таких комплексов два, и они работают как одно целое, как объясняет астроном Шри Кулкарни. Чем больше зеркало, тем лучше. А теперь представьте, что эти два телескопа — края одного большого зеркала. Между телескопами КЕК-1 и КЕК-2 — 75 метров. Тем не менее, они работают как один большой телескоп с диаметром зеркала 85 метров. Качество изображения, которое мы имеем, в восемь раз превосходит то, которое было бы доступно нам с одним телескопом. Сконструировать самые большие в мире зеркала для телескопов — это одна задача, а изготовить их совсем другая. Зеркал такого размера никто и никогда прежде не делал. Как это удалось создателям КЕКа? Как они смогли придать зеркалу в точности такую кривизну, какая нужна? И каким образом здесь может подсказать решение музыкальный инструмент с необычным звучанием? В астрономии действует простое правило. Самый большой — значит, самый лучший. Именно поэтому создатели обсерватории КЕК хотели, чтобы в их телескопе было самое большое в мире зеркало, чтобы заглянуть в космос так далеко, как никто прежде не заглядывал. Однако изготовление зеркала 10-метрового диаметра из цельного куска стекла сопряжено с неподъемными техническими проблемами. Вернемся в 1948 год. В Калифорнийском технологическом институте создают телескоп Хейла. В нем установлено зеркало, которое на тот момент было самым большим зеркалом в мире. Вы видите, как инженеры готовятся наносить на него новое отражающее покрытие. Его диаметр — чуть более 5 метров. Астрономы полагали, что достигли предела возможности телескопа с одним зеркалом. Казалось, сама природа установила некий предельный размер для зеркал. Вот кусок пластика. Он похож на стекло, и он довольно прочим. Но если взять кусок пластика втрое больше, он будет провисать в середине. Он недостаточно прочен, чтобы выдерживать собственный вес. Единственный способ повысить прочность — увеличить толщину. Но с ней возрастет вес и станет гораздо сложнее удержать всю конструкцию. Налицо порочный круг. Чем больше стекло, тем оно тяжелее. Нужна более сложная и громоздкая конструкция, чтобы удержать его, от чего все становится тяжелее и дороже. Казалось, что диаметр зеркала около 5 метров и есть тот предел, которого могут достичь астрономы. Но обсерватория КЕК требует зеркала, которое больше почти в 4 раза. Инженеры находят решение, которое производит переворот в астрономии. Вместо того, чтобы делать одно цельное зеркало, они составляют его из 36 шестиугольных фрагментов. Однако реализация этой идеи сопряжена с новой трудностью. Нужно, чтобы фрагменты были совмещены безукоризненно точно и гладко, иначе зеркало не получит необходимой кривизны. Как это сделать? Ответ несет в себе музыкальный инструмент с необычным звучанием, называемый терминвокс. В 1919 году русский изобретатель Лев Термен проводил опыты, пытаясь создать датчик для системы сигнализации. В результате он изобрел музыкальный инструмент. Том Бах, специалист по датчикам электрического поля из компании Sunset Tech Research, демонстрирует мне этот инструмент. Хорошо, Том, объясните, как он работает. Он уже издает какой-то звук. Что это за звук? Что в нем происходит? Инструмент реагирует на изменения электрического поля. Вы подносите руку и тем самым вызываете искажение электрического поля, которое создается вокруг этого стержня. Итак, я сейчас на нем поиграю. Этот терминвокс – музыкальный инструмент. Я не касаюсь его, я просто... Очень занятное изобретение. Но есть ли от него хоть какая-нибудь польза? Да, он может обнаруживать присутствие чего бы то ни было, что изменяет электрическое поле, причем не обязательно металла. Это может быть газ, жидкость, человеческое тело, которое приближается или удаляется. Можно поместить такой датчик в двигатель и измерять частоту его оборотов. Теоретически, если добавить усилитель, можно даже следить за перемещением Луны. Эта штука может сказать, когда Луна проходит над нами. По идее, да. Теоретически, возможно, многое. И теоретически было бы интересно это попробовать. Этот прибор очень чувствителен, ведь едва заметные движения дают ничтожные изменения. Кажется, нет практически ничего, что такие датчики не могли бы обнаружить. Чтобы доказать это, Том придумал для меня эксперимент. Как найти иголку в стоге сена? Как найти теннисный мячик, который чуть-чуть отличается от остальных в куче, где их 500 штук? Пока я отвернулся, Том вводит немного воды в теннисный мячик. Датчики типа терминбокса реагируют на малейшие изменения электрического поля. Вокруг них вызваны движением рук или присутствием жидкости, которое изменяет электрическую проводимость мячика. и тем самым делает его отличным от 499 остальных. Том дает мне задание. Найти мячик, которому сделали укол. Сначала без помощи датчика. Я не буду вам ничего подсказывать. Вам нужно его найти. Какое-то невидимое отличие. Да-да, здесь их всего 500. Так что это не должно быть очень трудно. Попробуйте, попробуйте определить. Они отличаются по весу? Это займет несколько дней. Я не могу так поднимать и взвешивать все мячи. Если бы я мог чувствовать изменения электрического поля, поиск непохожего мяча можно было бы сравнить с прогулкой в парке. Нет, так я его не найду. Ясно. Мы сделали для вас датчик электрического поля. Он реагирует на его изменения, так что вы можете им воспользоваться, чтобы найти мяч. Как я полагаю, он работает так же, как да. Он чем-то похож на термин «вокс», но он намного чувствительнее. Отлично. Интуиция, логика здесь абсолютно бесполезны. Я лишь жду, когда изменится звук. Постойте. Это он. Да, вы его нашли. Я нашел его. Он отличается только этим. На ощупь, на вид такой же, как и остальные. Это чувствительный прибор. Очень чувствительный. Так как же датчик, на котором основан термин «вокс», может помочь астрономам Кека составить огромное зеркало из 36 фрагментов? Чтобы ответить на этот вопрос, Крейг Нэнс, один из инженеров обсерватории, показывает мне один из кусочков этой головоломки. Вот один из фрагментов Кекского зеркала. Это один из тех фрагментов, из которых составлено зеркало? Да. Каждый фрагмент является уникальным и занимает свое место в мозаике. Каждый фрагмент имеет криволинейную форму. Соседняя продолжает ее. Так что все 36 фрагментов вместе образуют цельную поверхность. То есть, сложив их вместе, мы получаем постоянную кривизну по всей поверхности. Именно так. Звучит очень просто. Но чтобы получить нужную форму на практике, астрономам нужно добиться того, чтобы каждый фрагмент был идеально пригнан к соседним. Стыки фрагментов должны быть идеально гладкими. Там не должно быть никаких ступенек. Если одна кромка окажется, например, чуть выше другой, зеркало не будет работать. Вот здесь и вступает Терменвокс. Инженеры используют электродатчики типа Терменвокса для того, чтобы измерять электрическое поле на всех стыках фрагментов. Чувствительность датчиков такова, что позволяет обнаруживать отклонения в считанные нанометры. Благодаря этому мне удалось найти теннисный мячик с ничтожным количеством воды. Это один из фрагментов. Мы удалили алюминиевые покрытия, так что вы можете видеть, что происходит по ту сторону стекла. Все эти механизмы заняты тем, что постоянно измеряют и корректируют положение этого фрагмента зеркала относительно других. Да. Приблизительно дважды в секунду датчики определяют положение фрагментов, после чего, по мере необходимости, выдаются команды на корректировку их положения. Так поддерживается безукоризненно правильная форма зеркала, которая нам необходима. Если я все правильно понимаю, перемещения фрагментов очень малы и очень точны. Да, это так. Допуски составляют порядка одной тысячной доли толщины человеческого волоса. То есть нужно задать положение этого фрагмента до... И это граничит с соседними, да. С точностью до тысячной доли толщины волоса. Это очень высокая точность, да. Собирать зеркало из фрагментов — блестящее решение еще и потому, что это позволяет уменьшить вес конструкции. Удивительно, но хотя кекское мозаичное зеркало в четверо больше того, что находится в телескопе Хейла, оно ничуть не тяжелее. Датчики типа Терменвокса обеспечивают кексскому зеркалу такую четкость и разрешающую способность, что в нем можно различить фары автомобиля на расстоянии 800 километров. Вид зеркала завораживает. Думаю, большинство из нас никогда не видели столь безупречно сделанной вещи. Представляю, как дорого это стоило. Когда их изготавливали, каждое обошлось, грубо говоря, в миллион долларов. Мы обращаемся с ними как с самыми драгоценными вещами, которые у нас есть. Однако идеально собрать зеркало — это еще не все, что необходимо для того, чтобы наблюдать невиданные картины космоса. Необходимо еще тщательно отшлифовать и отполировать само стекло. Не просто протереть его тряпкой, а отполировать, причем так тонко, что это невозможно себе представить. Отполировать, аккуратно снимая атом за атомом. Это не преувеличение. Как это можно сделать при помощи такого приспособления, как этот пескоструйный аппарат? Счищаем! Чтобы наблюдать галактики, отстоящие от Земли на секстиллионы километров, обсерватория Кех должна в первую очередь собирать огромное количество света. Гигантское зеркало выполняет эту задачу. Однако для того, чтобы получить детальное изображение далеких и неярких галактик, оно должно также быть идеально гладким. Малейшая неровность способна исказить изображение и свести к нулю все усилия. Избежать этого удалось благодаря следующему инженерному решению, которое переносит нас в 1871 год, время вскоре после окончания гражданской войны в Соединенных Штатах. Бенджамин Чью Тилгман был генералом в армии южан. Согласно легенде, однажды Тилгман увидел узоры, которые оставил на стекле песок, гонимый пустынными ветрами. Правда это или нет, но Тилгман действительно изобрел машину, которая выбрасывала наружу мелкие частицы на высокой скорости. В наши дни машину Тилгмана можно встретить везде, где налицо необходимость счистить ржавчину, краску или грязь. Это пескоструйный аппарат. Чтобы посмотреть, как она счищает краску с крыла автомобиля, я зашел в мастерскую главного специалиста Гавайев по обработке песком, Боба Фримана. Это происходит здесь. Это помещение, где проводится обработка пескоструйным аппаратом. Это рабочий конец. Это сопло, из которого вылетает песок. Абразивные частицы выходят оттуда на сверхзвуковой скорости. Сверхзвуковой? Если направить струю работающего аппарата на какую-либо поверхность, она снимет с нее любое покрытие. Ясно. Мне нужно только направить ее на объект. Держите это. Лучше вот так, а то у этой штуки есть небольшая отдача. Вот это рукоятка безопасности. Кнопка мертвеца. Мертвеца? Ее так называют, потому что благодаря ей, если вы потеряете сознание или споткнетесь, аппарат автоматически отключится, так что вы не попадете под струю. Да, сейчас я попадать под нее не хочу. Я хочу почистить вон ту штуку, а не себя. Но это дело ваше. Сопло в ваших руках. Мне надо держать его так, чтобы прибор не подумал, что я умер. Это кнопка безопасности. Утопите ее, затем нажмите вот здесь, и будьте готовы к отдаче. Ясно. Это рабочий конец. Мне нужно вот это. Да. И я приступаю. Приготовились. Начали очистку песком. Как здорово. Вот это да. Вы только посмотрите. Знаете, я мог на это подсесть. Это так затягивает, что, может быть, меня пришлось бы оттаскивать за уши. Это действительно работает. Конечно, а как могло быть иначе? Пескоструйный аппарат работает с тех пор, как его изобрел Тилгман. Но он хорош для деталей машины и им подобного. Если нужна более тонкая работа, то слишком грубым оказывается даже песок. Нужно переходить на другой уровень, на уровень атомов. Пескоструйным аппаратом зеркало не отшлифуешь. Песок не сможет сделать его достаточно гладким. Чтобы зеркало приобрело идеальную гладкость, необходимо бомбардировать его частицами, которые мельче песка в миллионы раз. Но как? Спустя около сотни лет после изобретения пескоструйного аппарата Тилгманом, инженеры оптики сконструировали прибор, выпускающий по мишени отдельные атомы. Без него зеркала Кека никогда не смогли бы дать четкое резкое изображение. Сейчас эта технология также используется для иссечения отдельных раковых клеток. Доктор-снайпер Энди Бушби показывает принцип его работы. Вот это оно? Это ваш атомно-струйный аппарат. Как эта штука называется на самом деле? Это двухлучевой сканирующий электронный микроскоп. Двухлучевой, это мне нравится, но микроскоп, только чтобы смотреть, я больше хочу что-нибудь счистить пучком атомов. Это можно устроить. Поскольку микроскоп двухлучевой, у нас есть пучок электронов, при помощи которого мы наблюдаем, и пучок ионов, которым мы можем что-нибудь резать с большой точностью. Ионы — это атомы, имеющие электрический заряд. Они могут медленно по атому отрезать что-либо. Энди хочет мне показать, как. Я пожертвую одним волосом ради науки. Он послужит чем-то вроде подопытной морской свинки. Это мой волос? Да, один из них. Да. Вот здесь мы его посадили на клей. Как много клея. Волос вот здесь, поперёб. Насколько мы можем его приблизить? Мы можем ещё увеличить его и рассмотреть более подробно. Вот это его размер. Мы можем посмотреть на одну из этих чешуек. То, что сейчас заполняет весь экран, это один волос с моей головы. Почему бы не выгравировать на нём ваше имя? Смеётесь? Нет. Мы можем сделать это прямо сейчас. На волосе? На волосе. Итак, мы начали наносить надпись. Ионный пучок порядка 23 миллионов ионов в секунду сфокусирован на пятачке всего лишь 50 атомов в поперечнике. Смотрите, начинают появляться буквы. Изображение увеличено в 5000 раз. Толщина буквы «И» в имени Ричард всего около 1000 атомов. Эта машина работает действительно аналогично пескоструйному аппарату, выбрасывая миллионы и миллионы частиц. Да, но только в очень малом масштабе. Здесь всё куда мельче, тоньше, кропотливее, я бы сказал. Моё имя едва заметно, оно теряется на ширине одного волоса. Да, одного волоса с вашей головы. И как же вы используете этот аппарат для полировки? Если мы направляем поток частиц перпендикулярно поверхности, мы можем нанести рисунок. Если мы хотим что-то тщательно отполировать, мы выпускаем ионы под очень маленьким углом к поверхности, так что они просто сбивают с неё все выступающие части. Получается очень гладкая поверхность. Нанесение надписи требует, как вы говорите, интенсивного режима работы установки. Если нужно сделать очень гладкую поверхность, отполировать её, вы направляете струю под острым, а не прямым углом. Это и есть ваша тяжёлая техника? Да, это тяжёлая техника, но в очень-очень малом масштабе, на атомном уровне. Неудивительно, что, имея столь тщательно выполненное зеркало, инженеры обсерватории КЕК хотят, чтобы оно оставалось идеально чистым. КЕКское зеркало является уникальным оборудованием, но, как и обычное зеркало, оно требует регулярной чистки. Разумеется, тряпкой тут не обойтись. Степень чистоты здесь нужна очень высокая. Очень высокая. Практически каждую ночь зеркало обнажается перед стихиями. На него попадают насекомые, влага, вулканический пепел. Всё это оставляет следы и даже царапины на его огромной поверхности. Это всего лишь струя углекислого газа. Так происходит очистка зеркала. Углекислый снег мягкий, и к тому же двуокись углерода превращается сразу в газ, минуя жидкую фазу. Зеркало не становится мокрым. Что именно вы счищаете? На нём ведь нет отпечатков пальцев. Снег ударяет по частичке пепла и сбивает её. Пепел — это мельчайшие частицы вулканической породы. Да, и они очень острые, могут легко повредить покрытие. Вот их мы исчищаем. Каждый месяц техники обсерватории обновляют поверхность зеркала, возвращая ей первозданную безупречность. Благодаря изобретению Бенджамена Тилгмана инженеры оптики смогли создать прибор, выбрасывающий струю гораздо более мелких частиц и способны идеально отполировать стекло. Кягские зеркала — первые из телескопных зеркал, которые полируются таким образом. Полировка одного фрагмента занимает неделю. На оба больших зеркала обсерватории Кяг таким образом уходит 72 недели. Однако даже столь совершенные зеркала не могут отразить всего, что есть в ночном небе. Огромные облака звездной пыли непроницаемы для света. Как самолет-разведчик времен Корейской войны может помочь астрономам найти новый метод получения изображения? Телескоп Кяг может видеть в космосе больше, чем любой другой телескоп на Земле. В него можно наблюдать почти бесконечное число космических объектов. Размеры позволяют обнаружить звезды, яркость которых слишком мала, чтобы видеть их невооруженным глазом. Однако огромные галактики иногда прячутся за облаками пыли и газа. Чтобы разглядеть их, нужен новый метод получения изображения. 1953 год. Корейская война. Американские командиры хотят остановить поезда, подвозящие боеприпасы северокорейским войскам. Днем бомбардировщики хорошо видят цели. Ночью все меняется. Они взлетают и не видят ничего. Наконец наступает технический прорыв. Военные инженеры изобретают аппарат, позволяющий буквально видеть в темноте. Они устанавливают эту революционную камеру на самолет. Она воспринимает инфракрасные излучения, исходящие от горячих объектов, например, от локомотивов. Теперь ночью цели видны так же хорошо, как и днем. Новый способ получения изображений получил название «тепловидение». В наши дни эту технологию используют так же поисково-спасательные подразделения. Я хочу испытать ее в действии. Для этого я приезжаю в пожарную часть города Гонолулу. Капитан Алан Карвальо показывает мне учебную площадку спасателей. Тепловидение очень здорово помогает. Благодаря ему мы можем находить пострадавших в дыму, видеть препятствия. Так что для вас это жизненно важный инструмент. Я полагаю, что разница здесь огромна. Разумеется. Вести поисковые работы с тепловизором, и без него это небо и земля. Они собираются показать мне тепловидение в действии. Сначала я должен попытаться найти пострадавшего без тепловизора. Это Рэнди, манекен, изображающий пострадавшего. Я должен буду отыскать его. Мне предстоит побывать в ситуации, в которой пожарные оказываются каждый день. Готовы? Да. Хорошо. Выключите свет, Дин. Комнату номер 13. Начинайте. Обычный фонарь, которым пользуются пожарные, в этих условиях бесполезен. Командир пожарной части Аллан наблюдает за мной с помощью своего прибора ночного видения. Отличная задачка. Здесь стена. Я дошел до стены. Я совершенно потерял ориентацию. Да, да, я не знаю, что это. А это кто-то, кому требуется моя помощь? Нет, это лишь вещь. Пусть лежит. Пусть лежит. Я напрягаю все мои органы чувств, в основном осязание и зрение. Это не помогает. Здесь необходимо нечто другое. Это дверь, через которую я вошел. Пять минут, отпущенные мне, истекли, а я даже не смог выбраться из первой комнаты. Рэнди превратился бы в шашлык. Теперь я попытаюсь счастья опять, но на этот раз вооружившись прибором ночного видения. Пожарные выставляют манекен Рэнди на солнце, чтобы он нагрелся и стал излучать столько инфракрасных лучей, сколько излучает тело живого человека. Теперь мы снабдим вас прибором ночного видения. Скажите, хорошо ли он работает? Хорошо? Мы поменяли обстановку в комнате. Здесь находятся те же ответственные за безопасность, что и в первый раз. От вас требуется обследовать комнату. Посмотрим, удастся ли вам на этот раз обнаружить Рэнди быстрее. Я совершенно не мог ориентироваться. Посмотрим, как эта штука вам поможет. Спасибо, выключайте свет. Снова темно. Ничуть не светлее, чем тогда. Итак, прежде чем делать что-либо, я должен обследовать комнату. Так, вот ответственные за безопасность. Приветствую. Я даже не знал, что здесь, оказывается, были люди, которые наблюдали за мной. Даже мебель излучает инфракрасный свет, так что ее отлично видно. Здесь нет. Больше никого. Здесь нет пострадавших. Так что я могу идти дальше, прощупывая путь ногами в другую комнату. Она здесь. Осматриваем. Вот она. Никого нет. Никого нет. А, вот он. На этот раз времени понадобилось в несколько раз меньше. Не пришлось ползти на ощупь вдоль стен. Этот прибор дал мне новый орган чувств. Тепловое зрение. Та самая техника, которую использовали американские пилоты, чтобы обнаруживать северокорейские локомотивы даже в самую темную ночь, теперь помогает пожарным ориентироваться в дыму. Кроме того, спустя 55 лет после изобретения, тепловедение дает астрономам возможность заглянуть за облака космической пыли и увидеть объекты, отстоящие на триллионы километров от Земли. Инфракрасная камера обсерватории КЕК настолько чувствительна, что способна обнаружить горящую свечу на Луне. Она воспринимает инфракрасные излучения далеких галактик, которые другие обсерватории лишь мечтают увидеть. Однако есть еще одна проблема, с которой столкнулись создатели обсерватории КЕК. Она связана с излучением звезды, которая находится гораздо ближе к Земле. Каждый день эта звезда, звезда по имени Солнца, согревает Гавайи, превращая их в тропический рай. И каждую ночь, когда Солнце опускается за горизонт, этот рай остывает. Суточные перепады температур оборачиваются адом для астрономов. Тепловое расширение и сжатие их инструментов приводят к искажениям. Какова может быть связь между решением этой проблемы и болотным хищником, наводившим ужас на жителей Флориды в 19 веке? Даже на снеговой вершине Маун-Акеа тропическое Солнце за день нагревает воздух до плюсовых температур. Если бы под действием перепадов зеркала керкских телескопов сжимались и расширялись, искажения были бы неизбежны. Для этого достаточно и ничтожных изменений в геометрии зеркала. Инженерам нужно было придумать что-то, чтобы устранить перепады температур. Здесь лежит последний из наших сегодняшних инженерных параллелей. Вернемся в 40-е годы 19-го столетия. Болота Флориды являются домом для ужасного хищника. Не этого, а совсем другого. Комара. Он является переносчиком смертельной желтой лихорадки. Врач Джон Гори обратил внимание, что вспышки этого смертельного заболевания приходятся главным образом на лето. Он ошибочно предположил, что виновата в этом одна лишь высокая температура. Он занялся разработкой машины, которая могла бы охлаждать помещение, используя следующий простой принцип. Когда газ расширяется, он охлаждается и охлаждает все вокруг, объясняет доктор Крис Хилл, который знает все, что касается термодинамики. Это баллон с обычным дезодорантом. В нем находится сжатый газ. Побрызгайте им себе на палец и скажите, что вы почувствуете. Что вы этим хотите показать? Хорошо, просто побрызгаем. Вот так. Что вы чувствуете? Холод. Газ, выходящий из баллона, становится холоднее, потому что покидает среду с высоким давлением и переходит в среду с низким давлением. Ему приходится раздвигать молекулы воздуха, чтобы очистить себе пространство. На это требуется некоторая энергия, а она и вычитается из его собственной тепловой энергии. Ясно. Я как-то думал, что охлаждение связано с тем, что палец просто обдувается потоком газа, как ветром. А вы говорите, что это потому, что газ под давлением, и когда он выходит из баллона и расширяется, он тратит тепловую энергию на то, чтобы отодвинуть молекулы воздуха. Это так? Да, именно. Так что ветер тут ни при чем, и газ охлаждается еще до того, как соприкоснется с моим пальцем. Да. А пахнет-то как хорошо. Эффект охлаждения газа при расширении приводит Джона Гори к изобретению холодильника. Впоследствии он произведет переворот в астрономии. Расширяясь, газ охлаждается. Большое количество сжатого газа способно охладить очень сильно. Это обычный надувной матрас. Потрогайте его. Он такой приятный, мягкий, податливый. Да, но на то он и матрас. А теперь посмотрим, что будет, если попробовать наполнить его углекислым газом из баллона. Спасибо. Средство защиты. Да. Перчатки. Итак, я просто кладу его на стол, и мы его надуваем. Хорошо. Позвольте угадать, я буду надувать? Да. Итак, это просто баллон с сжатым газом. То же, что мы только что видели, только гораздо больше. Так, я проверил. Это просто газ, он выходит и расширяется. Да, расширяющийся газ. Штуцер сюда, да? Ну все, я готов. Вот сюда, да? Вот он надувается, я это уже вижу. Все как и должно быть. Газ выходит из баллона и занимает больший объем при меньшем давлении. Итак, Крис, пока мы видим лишь то, что баллон – это отличная альтернатива ножному насосу. Разумеется, так надувать легче. Это мое воображение, или я действительно вижу иней сверху? Да, это иней. Газ внутри матраса холодный, потому что он расширяется. Он производит работу, надувая матрасы, поэтому охлаждается и охлаждает оболочку. От этого и появляется иней. Он лопнул. Но я же не надувал его слишком сильно, он замерз, он полностью промерз. Так что же, это эффект расширения газа, да? Это и есть тот самый эффект? Так? Расширившись, газ стал холодным, охладил резину и пластик, они стали очень хрупкими и сломались. Мы заморозили матрас. Так значит, на расширении газа и основана работа холодильных установок? Бедный мой матрас. Горе не удалось победить лихорадку. Это случилось позднее, когда люди поняли роль комаров в ее распространении. Однако ему было суждено стать первопроходцем в мире холодильных установок, устройств, изменивших нашу жизнь и теперь играющих важную роль в развитии астрономии. Чтобы предотвратить расширение и сжатие куполов обсерватории, используется холодильная установка. Поддерживать температуру телескопа на постоянном уровне — сложная задача. Каждый купол вмещает более 20 миллионов литров воздуха. Этот воздух полностью заменяется каждые пять минут. Гигантские холодильные установки работают весь день, поддерживая под куполом ночную температуру. Это возможно благодаря эффекту охлаждения газа при расширении. Внутри этих синих коробов находятся точно такие же конструкции, как и та, что вы видите на задней стороне вашего домашнего холодильника, только они гораздо больше и не забиты всяким хламом. Однако принцип работы у них точно такой же. Газ расширяется, забирает тепло, поэтому там поддерживается низкая температура. Телескоп — настоящий ночной зверь. И нет ни малейшего шанса, что пространство внутри купола оттает. Обсерватория КЕК изменила наше видение космоса и начало существования Вселенной. То, что она позволяет увидеть, находится почти на ее краю. В числе таких объектов пока безымянная галактика, находящаяся на расстоянии 13 миллионов световых лет. КЕК — настоящее чудо современного инженерного искусства. В его основе лежат удивительные параллели. Легендарные греческие лучи смерти — секрет вогнутого зеркала, фокусирующего свет. Термин «вокс» — музыкальный инструмент с необычным звучанием, который позволил астрономам создать зеркало невиданных до толи размеров. Пескоструйный аппарат, который подсказал способ сделать поверхность идеально гладкой. Камера, при помощи которой бомбардировщики заходили на цель, позволяет телескопу КЕК обнаруживать невидимые глазу галактики. Холодильная установка поддерживает телескоп в рабочем состоянии. Все это выглядит просто, если провести нужные параллели. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Табелевич.